Аплодисменты В те дни, позвав двенадцать, Иисус начал им говорить о том, что будет с ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и сын человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали, учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим. Он сказал им, что хотите, чтобы я сделал вам? Они сказали ему, дай нам сесть у тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей. Но Иисус сказал им, не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь? Они отвечали, можем. Иисус же сказал им, чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете и креститься, а дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано? И услышав, десять начали негодовать на Якова и Иоанна. И Иисус же, подозвав их, сказал им, вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами, да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Дорогие братья и сестры, я приветствую вас в Пятое воскресенье Великого Поста. С одной стороны, это воскресенье приближает нас к Пасхе, и это великая радость. С другой стороны, поститься уже совсем не хочется. И вот это раздвоенное состояние, оно удивительно, но обнажает скрытые проблемы нашей духовной жизни. Обратили ли вы внимание, что сегодняшние Евангелия наполнены духом противоречия и непонимания? Христос рассказывает 12 своим самым близким ученикам о том, что Ему предстоят страдания и смерть. А они в это же время продолжают у Него требовать именно то, что они хотят. То есть совершенное непонимание, совершенное нежелание услышать Спасителя. Удивительно, братья и сестры, но это очень похоже на нас с вами. Мы приходим в храм, и мы начинаем просить. Основная же наша молитва – это «Господи, дай, Господи, дай, Господи, подай». И что происходит? Мы привыкаем к дарам, которые Он нам дает. И в свою очередь Бог становится для нас не просто подателем благ, а работникам, которые удовлетворяют мои нужды. И получается удивительная вещь, что физически мы близко возле Бога и Церкви, а духовно мы от Бога очень далеко. Потому что такое поведение противоречит самым главным нашим молитвам. Веруя во единого Бога, Отца Вседержителя, Творцу небу и земли, видимым же всем и невидимым. Значит, Он – Творец Вселенной. Значит, Его воля для меня должна быть превыше всего. А когда я последний раз спрашивал, что хочет Бог? Видите, с каждой просьбой в нас вкрадывается то, что в духовной жизни называется гордыня. И это очень страшное духовное состояние, потому что гордыня названа матерью всех грехов. Но как ее избежать? Есть у Церкви два средства. Первое – это благодарность. Благодарный человек не бывает горд. Если за каждое деяние Божие я его благодарю, я никогда не вознесусь. И буду помнить, что он превыше меня. Я благодарен за день, я благодарен за пищу, я благодарен за жену, за мужа, за детей, за удачное, совершенное дело. Я благодарен за испытание, за то, что оно не отделило меня от Бога. И второе средство – это смирение. Смиренный человек никогда не бывает горд. Смиренный человек помнит всегда, что Господь есть Творец Вселенной. И значит, что бы со мной ни произошло, произошло по его воле. А плохому это никогда не приведет, потому что Бог есть любовь. Дорогие братья и сестры, давайте вооружимся этими прекрасными добродетелями, благодарностью и смирением. И тогда, что бы ни случилось в нашей жизни, ничто не сможет отделить нас от Бога. Храни нас Господь!